К борьбе Фази привык, он жил в ней, и когда не тотчас случалось ему одолеть, Он раненым левом отступал в свою Сен-Жерве, И выходил вдвое яростнее и сильнее из своей берлоги. С таким неприятелем, как Фази, со своими молодцами, Старикам-формалистам-легистам нечего было делать, как тотчас отступать. Они воевали парламентскими средствами и из-под валь распускаемыми соухами, наполненными кожью. А с какой стороны он хватит, как было знать. Пока масса была за него, сила его была несокрушима, А переманить ее на свою сторону воспоминанием прежнего патриархального закрепощения Было дело не особенно легкое. Помощь должна была явиться из среды по ту сторону Фази. Опираясь на свою живую стену, Фази наконец почувствовал, что стена холоднее, Что она не так полотна и не так сплошно поддерживает его. Он годы старался не верить, но вот там, тут ропот или хуже равнодушие. И уязвленные своими, гладиатор-вождь обернулся назад с раздраженным лицом. Кто бунтует против прежнего агитатора? Неужели он? Укоряющая печальная тень Альберта Галера сумрачно качала головой И указывала с упреком на работников, как будто говоря, Они не твои больше. Галер был суровый проповедник, Фази боялся его социальных идей И гнал его, гнал до гробовой доски. В могиле он вырос и окреп. Теперь наступило утро, и его дня солнце Фази садилось. Старый боец не оробел, он снова ринулся вперед. Но силы бить на две стороны не хватило, и он бил зря. Нанося удары консерваторам, он в то же время хотел Левой рукой держать за горло гидру социализму. Но на таком противоестественном раздвоении Нельзя было надолго удержаться. Действительно. Швейцария, Женева, Микрокосмо. Разве в моем беглом рассказе Не вся современная драма человеческого развития С 1789 года до нынешнего дня А не все ее действующие элементы С 1789 года до нынешнего дня